Ну что, мы приехали. Осталось сообразить, как тут парковаться, чтобы не было так, как в Польше. Ну вот в Стале здесь было написано «парковка». Сейчас прочитаю ещё раз на этом знаке. Я так понимаю, что парковаться тут можно 20 минут максимум. Здесь вот какие-то жёлтые полосочки. Давайте. Раздвигаемся назад. На синей полосочке. Уверены? А вы прочитали, загуглили, нет? Давайте загуглим. Короче, ездим, мы ищем этот отель, где забронировали, потому что если отменять бронь, то, короче, всё равно забирают 100 евро. Там 100 евро стоит переночевать одну ночь. Это просто жесть. И мы не можем его найти. Мы у местных жителей спрашиваем, показываем просто на картинку и говорим «Help us». «Please, where is this?» Ну, на английском. А они нам всё равно отвечают на французском. И мы не можем понять. Ну, нам рукой показали вот сюда ехать. О, вот ещё формация. В общем, каталась мимо француженка на роликах. И мы обратились к ней. Говорим «Please help us». Показали вот это вот название этого отеля и спросили, где находится. Она поехала в одну сторону на роликах, посмотрела. Потом поехала обратно к нам такая «О, туда!» Поехала туда. Такие какие-то люди здесь, как вам сказать, отзывчивые, улыбчивые. И тебе с удовольствием помогают. Несмотря на то, что темно, они тебя не знают. Но как-то с удовольствием помогают. Она вот катается на роликах, вправо-влево ищет этот адрес. А Костя за ней бегает сейчас. Какая француженка на роликах? Француженка – это женщина, которая живёт во Франции. Вот мы в Украине живём, мы украинцы. А она француженка, потому что во Франции. А-а-а. Да, в Испании будет испанка. Француз – это тот, кто живёт во Франции. Француз. Может быть, мужчина французом. А если женщина, то француженка. Понятно? Мужчина француз, женщина француженка. Вот француженка на роликах. Она поехала помочь папе найти, где эта гостиница находится. Нам надо её по-любому найти, потому что, ну, с нас всё равно спишут деньги за эту ночёвку. Даже если мы отменим бронь. А и так слишком дурого ради одной ночи платить столько денег. Да, вижу. Я научусь, как папа, да? Щёлкать пальчиком? Да, как папа. Ты вот так хочешь делать? Да. Щёлчок. Он чуть-чуть по-другому делается. Похоже, но чуть-чуть по-другому. Боже, ребёнок весь день в дороге и такой спокойный. Тьфу-тьфу-тьфу. Ты умница, доченька. Короче, ребят, какая-то ерунда. Нашли вот 202, вроде бы, 202 дом. Дверь в подъезд открыта. Мы зашли в подъезд. Тут, конечно, так страшненько. Ну, страшненько, реально. Не похоже это на какой-то там отель. Как это было написано. Да пошли, не бойся. Тут вообще что-то разбитое, страшное. Пошли, я тебе покажу, что я нашла. Может, ты разберёшься. Пойдём. Мы ночью во Франции. Дела, может, нужно просто ехать, будет тогда ли остановиться и всё. Нет. Да, папа сказал, нет, бронируй заранее. Смотри, вот есть какой-то замок, в котором, возможно, лежит внутри ключ. И у нас есть какой-то код 2187. Ты единичку нажала, я вижу. Вот, но он не открывается. Я не знаю, вот туда мы попали или не туда. Очень похоже на то, что здесь спрятан ключик, понимаешь? Как квест какой-то. Нет. Непонятно, короче. Эта девушка говорит, спросите у полицейского, где его взять, этого полицейского. Ну, вообще, похоже, адрес тот, ну, как бы, который на букинге был. Да мне ничего не получается. О, всё, сейчас придет полиция. Вы представляете? У нас неактивная карта кредитная. Наша, с которой они должны были списать эти деньги. И написано, что мы несколько раз ввели неправильный ЦВ в адвокат. Кто-то пытался взломать нашу карту. Походу, нас обманули опять на букинге. Я не знаю, я никак не ожидала, что во Франции такое может с нами случиться. Ладно, в Украине. Ну, было у нас в Украине такое с букингом уже, но во Франции. Когда мы зашли в этот подъезд, и там было разбито стекло, для меня стало сразу очевидно, что это кидалово обычное. Ну, блин. Так они пытались нашу карту взломать. И её нам заблокировал банк из-за того, что они неправильно вводили код. Ты там неправильно, что ли, код ввела? Да не я. А, они. Я дала номер карты, и да когда она годна, там, на букинге, ввела. Без вот этого трёхзначного кода. У нас на мошенников попали, короче. Поехали. И потеряли кучу времени с ребёнком, с маленьким. Целый час искали, как нам зайти и куда. Хорошо, что блокнула карточку, и они ничего не смогли снять. Тогда, сейчас бы просто сняли все кредитные средства и всё. Обалдеть просто. Капец, приезжаешь по адресу, и вместо отеля видишь вот это. Вот такой обдряпанный подъезд. Вот тогда, конечно, мы попали. В общем, не можем мы найти себе отель. Зашли сейчас в один, вот здесь вот довольно такой хороший. Видно, что, ну, не обман, настоящий отель. И нам сказали, что все места заняты. Вот здесь вот мы были только что. Теперь едем искать дальше. Пол одиннадцатого. Рискуем ночевать с ребёнком в машине. Замёрзли, устали. Так, подъехали к ещё одному, но чувствую, тоже нам тут ничего у нас тут не выйдет. Потому что он на вид такой маленький. Если тот большой был весь занят, то этот тем более. Едем к своей последней надежде. Четыре минуты осталось до того, как перестанут брать отели вообще. Нам светит две минуты до него, не знаю. Водит нас что-то. Как-то странно этот навигатор. Мы не можем найти, где припарковаться. Здесь всё какое-то странное. Здесь парковки с какими-то автоматиками стоят. Возле самого отеля нельзя припарковаться. Мы сейчас допаркуемся, чтобы мы туда вообще не попадём. Короче, отсюда идти далеко. Мы не успели. Ой, в общем, я немного злюсь на Костю, потому что был вариант остановиться в нормальном городе. Но он решил, что он пройдет дальше. И мы проехали какую-то платную дорогу. И всё, и застряли в этом маленьком городе. И ничего не можем найти. Здесь такие окошки красивые на домах. Иду. Вот там аж, где Костя припарковался, надо завернуть за угол и ещё очень много пройти. Ой, как холодно. Как днём было тепло, мы радовались. Так сейчас холодно ужасно. О, здесь крутится картинка даже на земле. Не знаю, что это за здание. Я иду в Новотел. Ох, он, конечно, круто выглядит. Если будут тут места, то, наверное, будут бешеных денег стоить. Не вижу Костю с Настей. Они где-то пошли спрашивать. Я Дуся. Я без маски. Я туда не зайду. И Костю с Настей тоже не вижу. Придется идти обратно к машине и там ждать, пока они мне объявят, что им тут сказали. Зря шла. Слушайте, это, походу, просто центр танцев каких-то. Смотрите, центры, хореографии, national. И на окнах нарисованы вроде как люди танцующие, если не ошибаюсь. Ничего себе. Так круто сделано. Да, сто пудов. Неугомонный блогер. Неугомонный блогер. Ну да, мне интересно. Пошли. Что, есть места? Да. Дорого? Одну ночевку. Во сколько утром надо выехать, а завтрак ходит стоимость? Ну, нужно до 11. Они спрашивали, нужен ли папа, сказал не нужен. Ну, это же плата была бы потом. Ладно, пойдем. Ради ребенка придется. Блин, я готова переночевать в машине, честно. Тут до утра 5-6 часов осталось. Только малая. Может и малая в машине переночует. Машина отапливается. Я не знаю. Видишь, как мы быстрее идем? Давай, кто быстрее. Давай. Хоть согреемся. Кто быстрее. Давай, кто быстрее. Ты или Катюша. Догоняй, Катюша. Догоняй, догоняй. Да? Да. Только на дорогу не выбегай. Хорошо. Догоняй, Катюшу. Догоняй, Катюшу. Беги быстро. А Катя догоняет Настюшу. Ага. Алиса, бедная, засиделась в машине. Ноги не бегут. Сейчас придет зайка. Он еще вещи возьмет и придет. Нам дали какой-то кулечек с едой. Поискали. Да. Наверное, как украинцам. Он по подпу украинскому паспорту или не снимался. А чего так? Ну, у него с собой он был. Так, какой у нас номер? Алисочка, туда, в ту сторону. Нам туда, Дути, нам туда. Тихонько, тихонько, тихонько иди. Только тут люди уже спят. Ой, ну хоть тепло. Хоть согреемся. Туда? Алис, пойдем туда. Заходи, Солнышко. Ага. Подожди, не закрывай меня. Тут я не откроюсь, я не умею. Не закрывай дверь, придет открыт. Устала. Что нужно? Нужно горло немножко не тут идти. Ну, в носочках. В носочках. А женщина? Вон тапки есть, смотри. Ух ты, это мои? Ну, это может кто хочет брать, но на тебя они будут большие. Ох, не могу снять, поможешь? Да. Давай. Может, все-таки сама? Нет, поможешь? Давай. И второй. Что, устала так уже, да, зайка? Да. Ой, тяни ножку. И курточку нужно снять. Пожалуйста. Давай. Да? И тебе курточку снять. Снимай. Снимай, конечно. Снимай курточку. У тебя замок плохой на этой куртке. О, не плохой. А ты думала, что у меня замок плохой? О, что тёпленько по сравнению с машиной. А тут тёпленько. Уютно. Уютно? Давай, повешу курточку. Костюм, наверное, тоже снимай. Ты же не будешь в нём спать. Раз, снимай. Тут тёпленько. Ах, ты мне очень нюжик. Видишь, какая у меня футболочка. Рига, тиска. И вот такой черепчин. Очень классный. Посмотри, туда же плыть есть. Так телек есть вон у тебя над головой телевизор. О, я за столиком смогу помонтировать опять вместо того, чтобы спать. Ты за столиком можешь помонтировать дома. А я над нём думаю, что мы взяли туда фломастер, и я могла там рисовать. Эта картина называется «Догадайтесь, куда она смотрит». А ты думаешь, что ты тут будешь работать? А я думаю, что... А мы не взяли фломастеры, зайка. А я хотела, где ты хочешь работать, там рисовать. Надо было папе сказать, он бы взял фломастеры, конечно. Но, солнышко, тебе спать надо не рисовать. Уже ночь. Сяду кормозил и посмотрю мультики. Да? Да. Вот, как хорошо, да? Да. Мы в отеле. Это отель. Киса твоя села на кроватку. Сейчас я сказала папа. Папа пошёл в машину, он сейчас придёт. Подожди. Хорошо. Я подожду. Давай посмотрим, что у нас тут находится. Ты тут свет сжигайся, иди смотри в навальне. Ух ты, смотри, какой туалет. Это душ. Смотри, какой прикольный душ. Да, прикольный, хорошенький. Ой, полуледяный. Да. И очень... Я не знаю сочков, и мне не холодно. Смотри, какой интересный умывальник, как горка. Ух ты. Что-то я таких умывальников вообще и не видела. Я не видела. Именно просто как горочка сделан. Гладенько. Интересная идея. Точно, гладенько. Так, а во второй комнатке, наверное, унитаз. Да, вот тут туалет, иди посмотри. Тебе не надо в туалет? Ха, там надо. Тут даже вот такая туалетная бумага есть. Сейчас посмотрим, как там девочки с бабушкой обустроились. Моя карточка, конечно, не подойдет. Так, а у девчонок с бабушкой тут аж две кровати. Я думала, что у вас тоже одна, как у нас стоит. Думаю, как вы разместитесь. А то у тебя раскладной диван, мягкий, нормальный. Хороший. Так, что-то кому-то надо. Костя идет в машину. Зачем? В воду, может быть, кому. Воду, воду. Ну, вот, я же говорю, воду. Малая карандашики просила. Да, малая карандашики просила. Телевизор тут тоже у них есть. Какие карандашики? Бар есть. Ну, вот, не знаю. Мне все заблокировано. Да. Лисюшка любит играть в игру. Учись читать. Спасай зверей называется игра. Вот надо слово лиса составить. Да. И. Л. А. С. Получилось лиса, да? Тут еще проверяют знания. Сейчас покажу. Давай. Теперь нужно написать утка. У. К. Т. А. Угу. Т. К. А. Утка. Вот так вот и научится читать. Заяц нужно написать. Я. А. С. Умничка. Я вообще не понимаю, что тут. Что вот это, для чего. Здесь какой-то код. Код, который можно сосканировать. А, найди нашу информацию здесь. На английском написано, слава богу. Что это такое. На радио похоже. Или колонку со звуком. Что вот это воткнуто. И куда мне воткнуть мой ноутбук. Я же сейчас хочу помонтировать. Есть тут еще где-то розетки. Можно ли это вытокнуть. Или что это воткнуто. Что вот это рядом с кроватью. Я тоже не понимаю. Это будильник. Вот это что за кнопочка черная. А, черная. Пробовать как-то. Не знаю. Вот это вот что за кнопки. Короче, дуб дубом. Видно, что человек не путешествовал. Да, зайцы? Да. Ничем мамка не знает. Ой, не нажимай, зайка. Вдруг кто-то к нам придет. Так, где зарядить фотоаппарат поставить? Я нашла. Возле кровати тут полочка. Мама, помоги мне вкорячить. Пробудить дару. Что вот это вот я, кстати, тоже не знаю. Ладно, пошли ручки мыть, Доси. Идем. Мыло я, кажется, нашла. Ой, я замученная, уставшая. Лохматая. Посмотрим. Так, вот это, я так понимаю, мыло. Хорошо, что на английском. Хорошо, что мы английский более-менее все знаем. Вот это, я так понимаю, шампунь. Шампунь написано, да. Шампунь. Это вполне хватит, я думаю, на всех троих. На меня и на Алису, и на Костю. Потом здесь есть гель для душа. Нет, телефончик сюда не надо. Отнеси на кровать его, оставь. Потому что он намокнет, давай. Так, и новая головоломка, как открывается кран. В принципе, все просто. Сейчас, подожди. Додумаю, где тут тепленькое, где холодное. Да, и венитилы. Сокотовая рука, чтобы у меня мокли. Да. Такое мыло. Да, квадратное. Давай хорошо руки намочить. Такое выдают мыло. Оно здесь было запаковано. Видишь, сразу шампунь в тюбиках есть. И мыло. И даже стаканчики, чтобы зубки почистить есть. Все. Все? Давай. Хорошо, намыливай со всех сторон. А зачем их мыть? Ну как это зачем? Мы ездили, ходили здесь и трогали. Ты сейчас что-то кушать на ночь будешь? Угу. Ну вот. Хорошо. Все, я помню. Хорошо. Может быть, меня сейчас опять кто-то посмеется. Но мне стало холодно, и я пошла искать здесь батареи. И, в общем, я их здесь не нашла. То есть батареи здесь нет. От слова в общий. Вот. И потом до меня дошло, что вот эта штучка на стене, что, скорее всего, это что-то есть для обогрева. Здесь вон градусы написаны. Я выставила вообще 30 градусов. Включила. И оттуда сейчас что-то дует. Я надеюсь, что тепло. Пока еще не чувствуется тепло, но я думаю, оно сейчас прогреется. Потому что что-то я подмерзла. Кстати, для украинцев тут скидка 25%. Да? Да. Сначала назвали одну цену. Я дал паспорт. Угу. Мы посмотрели, говорит, поскольку вы с Украины, у нас для вас специальное предложение. Ну, хоть что-то радует. А на парковку не делали. Скидок не? Не знаю. Парковка тут уже сколько ты говоришь стоит? Полтора евро в час? Угу. Это вообще кошмар. За две машины за ночь будет кругленькая сумма. Вот, ну. Блин. Завтра мы еще рискуем не успеть добраться. Пока мы тут проснемся, соберемся. Опять приедем туда по темноте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...